Всем привет! Меня зовут Владимир Идёга, я разработчик игру и преподаватель Unreal Engine в школе компьютерной графики VFX Lab. На прошлом уроке мы настроили систему урона, а на этом уроке мы добавим интерактивность нашим уровням. Самый простой способ добавить что-то интерактивное, это добавить физику, потому что это делается нажатием одной галочки simulate physics. Если у нас есть блок не наш blueprint, а просто платформа стоящая на сцене, с кубиком мы можем поставить галочку simulate physics, нажать play и у этой платформы будет физик. Давайте вот эти наши два блока я пока подвину вниз, чтобы они не мешались. Это я пока удалю. Если у платформы запущена физика, давайте здесь сделаем минус 90 ровно, play, мы можем с ней взаимодействовать. Можем, например, ее попытаться уронить. Это не очень легко сделать, потому что мы не очень сильно применяем силу в направлении влево-вправо, тем не менее. Чтобы это было более очевидно, можно скопировать эту платформу, сделать здесь еще одно тоже с физикой или, например, без физики. Попробую сделать вот так. Я спокойно прыгаю по платформе, на которой есть физика, и совершенно на нее не влияю. Если я ее выделю и посмотрю на массу этой платформы, она 177 килограмм, из-за того, что она высчитывается автоматически в зависимости от объема наших боксов и еще некоторых параметров. Если я поставлю иголочку, я могу поставить свою собственную массу, например, 5 килограмм. Что изменится? Мне гораздо легче будет спихнуть платформу. Но! Заметьте, пожалуйста, платформа перевернулась и улетела из нашей плоскости игры. Что странно. Как эту проблему решить? Очень просто. Если мы выделим физический объект, у нас есть возможность поставить Constraint. В данном случае все очень просто. Если у меня есть передвижение по оси X, я хочу его запретить Lock Position по X. И наоборот, я хочу, чтобы объекты могли вращаться по X свободно, а по остальным осям не могли. Поэтому противоположные Rotation я заблокирую. Давайте протестируем. Тетформа теперь имеет физику ровно в плоскости нашего геймплея. Окей. Есть много различных настройок физики и интересных вещей, которые можно с ними делать. Самые две простые и эффективные вещи, которые можем сейчас смотреть и применить. Это галочка Enable Gravity. Если у объекта есть физика, но нет гравитации, он ведет себя довольно интересно. У нас есть некая невесомость. С помощью чего можно создавать интересный геймплей. И интересная галочка для нас Start Awake. Если эту галочку убрать, то платформа не будет симулировать физику, пока мы ее не коснемся. Если добавить в платформе, вернуть нормальную массу условно в 100 килограмм, то мы с помощью галочки Start Awake можем, например, делать систему из опасных платформ, по которой по каждой платформе можно прыгнуть только один раз, а потом они падают вниз. Например. Окей. Это по поводу физики. Я скопирую вот эту платформу налево и верну вот эту галочку Start Awake назад и физику отключу. С одной стороны мы можем применять к объектам физику, но с другой стороны мы можем двигать их и без физики, просто заставляя их двигаться через анимацию их. Это можно делать еще большим количеством способов. Мы посмотрим самый-самый простой. В каждом объекте у нас есть панелька компонентов конкретного объекта на конкретной сцене. В компонентах я могу добавить сюда Movement. Есть два вида автоматизированного простого движения, которые можно добавить к геометрии, чтобы заставить ее двигаться. Rotating Movement. И я могу скопировать это через Alt. Сюда я, на самом деле, нажал Escape, выделил платформу заново и подвинул, потому что до этого я пытался скопировать вот этот компонент, это мне не удавалось. Если выделить платформу, то это получится. Ctrl Z. Соответственно, здесь я добавил Rotating Movement, а у этой платформы Rotating Movement я могу удалить и добавить Interp to Movement. Давайте нажмем Play. Верхняя платформочка у меня не двигается, нижняя вращается. Давайте посмотрим на нижнюю платформу с Rotating Movement. Выделяю Rotating Movement, появляются настройки Rotating Movement. У меня есть Rotation Rate, скорость, с которой у меня платформа вращается. Она вращается по Z со скоростью 180 градусов в секунду. Соответственно, у меня получается один оборот полный за 2 секунды. Здесь я поставлю 0. Я хочу, чтобы она вращалась по X. Я всегда нажимаю просто на Pivot Rotation, чтобы проверить координаты красной X. Мне понятно, в какой плоскости я хочу, чтобы она вращалась. Выделяю Pivot Rotation и могу по X поставить, например, 90. Play. Она вращается в плоскости нашего геймплея. При этом она не симулирует физику, но, разумеется, мы можем с ней взаимодействовать, потому что у нее просто есть физическая форма коллизии. Это вариант номер 1. Давайте пока отодвинемся. Вариант номер 2. Interruptive Movement. Этот тип movement как компонент позволяет создавать линейное движение из точки А в точку Б. Ну или большее количество точек при необходимости. Давайте добавим две точки. И здесь все очень просто. Мы можем либо использовать мировые координаты, либо использовать по дефолту ставь галочка относительные координаты. 0.00 это стартовая точка, где находится бокс, а, например, 100 вверх по Z это на 100 сантиметров выше, на метр выше. Соответственно, чтобы это все тестировать, можно нажимать play. Но это не всегда удобно, когда много всего движется, потому что при нажатии play у нас камера всегда прыгает в персонажа и так далее. Можно вместо play использовать simulate. Тогда мы будем видеть движение платформ, но не будем играть в игру. Будем оставаться с камерой viewport всегда. Посмотрите, что у нас происходит. У нас платформа двигается, на 100 сантиметров, продолжительность движения 1 секунда, а тип движения 1 раз. Соответственно, тут есть различные типы. Если мы, например, поставим ping pong и увеличим скорость в два раза, чтобы длина продолжительность движения была полсекунды, платформа будет двигаться вверх-вниз чуть быстрее. Довольно большое количество разнообразных вариаций движения можно получить с помощью этих двух компонентов или даже их объединения. Окей, давайте применим этот функционал движения и физики к нашим blueprint платформам. Если я выделю просто blueprint платформу, я здесь в simulate physics поставить не могу галочку, сблокировано, потому что это blueprint. Поэтому это нужно делать руками. Давайте возьмем наш куб и я зашел в construction script, а не в event graph. Вытаскиваю куб. Все вот это можно сдвинуть вправо и до этого разобраться с нашим кубом. Чтобы включить или не включить физику, я могу вытащить set simulate physics. И чтобы определить физика включена или нет, я отсюда вытащу и выберу promote to variable. Появилась новая переменная. Узываю physics. И добавлю глазик. В текущем варианте все очень просто. Compile save. У меня есть платформа. И я могу переводить в настройках платформы включать или не включать физику. У меня на самом деле платформа уехала от пивота, потому что я выделил случайно в ней внутри кубик и сдвинул его от центра. Чтобы с этим не мучиться, можно просто перетащить сюда и сделать его единственным корневым компонентом. Окей. Соответственно, у меня есть платформа 1, blueprint platform, платформа 2. Немножко подвину в сторону. И в одном случае физика включена, в другом нет. Так как это все в construction script мы настраиваем, можно это все сразу тестить. Вместо функционала start awake интереснее добавить другой функционал, который будет включать или выключать физику или не физику, а какое-то другое движение, например, которое мы сделали здесь. Не когда мы касаемся платформы, а когда мы подходим к ней на определенное расстояние. Давайте это реализуем. Я в нашем blueprint platform добавлю add component и выберу box collision. У меня появится невидимый box. Он невидим здесь, потому что он слишком маленького размера. Можно здесь поставить box extend побольше. Например, 50 сантиметров. Он будет метровый размером с куб. И можно поскейлить его по Y и по Z. Например, в два раза. Compile save. И вокруг платформы появится box collision. Если нажму play или simulate, то он исчезнет. Потому что он невидим в игре. Этот box можно использовать по-разному, но мы будем просто обрабатывать события, что наш герой начал пересекаться с этим боксом. То есть вошел внутрь. На боксе правой кнопкой add event on component begin overlap. И давайте протестируем. Я вытащу отсюда print и буду отпечатать hello. Compile save. Вот наши боксы. Можем запомнить, где они находятся. Я выберу вместо simulate опять play в selected viewport. Если я подхожу близко, появляется надпись hello. Отлично. С помощью боксов мы можем реализовать два совершенно разных функционала. С помощью того, что мы уже сделали. С одной стороны, мы можем ловить момент, когда наш персонаж на определенном расстоянии от платформы подошел вплотную. Или, например, сделать вот так. По сути, мы практически будем ловить момент, когда мы коснулись платформы. Если мы бокс аккуратненько, его можно выделить отдельно, аккуратненько по скейлим и поднимем вверх, чтобы он еле-еле-еле торчал над платформой, мы будем ловить только момент, когда наш шарик касается платформы. Чтобы скейлить не так вот агрессивно, можно здесь спокойно отключить сетку скейлинга и скейлить аккуратнее. Или скейлить через скейл. Теперь, если я прыгаю на платформу, у меня срабатывает hello. Обратите внимание, сработало еще несколько лишних hello. За счет того, что у нас бокс один взаимодействует с вот этой вот платформой, которая упала на него сверху. Это плохо. Это надо исправить. Я выделяю бокс и в настройках коллизий overlap all dynamic меняю на overlap only pound. Пересекаться только с персонажем. Теперь лишних hello нет, пока мы не начали прыгать. Соответственно, ситуация номер один. Мы ловим аккуратненько с их прикосновением. Ситуация номер два. Пока подвину. Скопируем. Мы наш бокс скейлим на всю высоту нашего геймплея. Наши сцены. И ловим горизонтальный момент, когда мы дошли до какой-то точки. Hello. Окей. Соответственно, в этот момент мы можем что-то делать. Когда это произошло. Первым делом я здесь поставлю do once. Потому что я хочу, чтобы событие срабатывания коллизий происходило только один раз. Просто чтобы не усложнять нашу схему и не было лишних ошибок и проблем. После этого мы можем сделать что-то с физикой. Но мы можем сюда абсолютно параллельно добавить наши компоненты. Rotating movement и Interpt to movement. Давайте сразу их оба добавлю. Interpt to movement и Rotating movement. Чтобы по дефолту Rotating movement не вращался. Я здесь поставлю 0. Interpt to movement по дефолту не имеет control points. Тоже ничего не делает. Первая вещь, которую нужно понять. У нас не будет ситуации, где мы одновременно используем и движение через movement и физику. Мы не будем эти вещи совмещать, чтобы не было проблем. Соответственно, мы вполне можем поставить вопрос, что мы используем. Movement или физику. Давайте для этого использовать вот эту нашу переменную physics. Не буду ее переназывать. Просто буду ее использовать. Ставлю здесь branch. После do ones. И в зависимости от того, физика или не физика, можно принять решение. Если физика и я хочу включить ее on component begin overlap, я могу вот этот simulate physics здесь поставить на true. Если физика и ее нужно включить на begin overlap. И галочка simulate. Compile save. Что делать с вторым вариантом, если у нас не физика? Нужно вытащить эти два компонента. Я через control их оба выделяю и сразу оба вытаскиваю. И чтобы их включать или отключать, можно использовать просто activate для компонента. на false. Activate. Compile. Save. Соответственно, какие у нас всего бывают варианты? Вариант первый. У нас платформа вообще не должна никак реагировать на движение, на физику. Просто быть статичной платформой. В таком случае у нас будет галочка physics ставить off. Здесь будет false и to activate. Если мы при этом interp movement и rotative movement не настроим, они ничего не будут делать. Платформа будет просто статичная. Если мы поставим галочку physics, то у нас вот здесь на begin overlap запустится физика. Это если мы хотим как-то обрабатывать begin overlap. Но мы можем хотеть сделать платформочку такую, как мы делали изначально вот эту физику или вот эти платформы. Где все запускается не когда мы касаемся бокса коллизий, а изначально при запуске уровня. Самым простым образом это сделать, если мы вернемся в construction script, я отсюда просто уберу simulate physics по одной простой причине. Если мы хотим, чтобы какой-то объект словно падал сверху вниз, то мы не знаем, когда игрок подойдет к этой точке. И если мы запустим физику изначально во время старта игры, то игрок может даже никогда не увидеть, когда этот объект начнет падать. Если мы хотим, чтобы он двигался сверху вниз, лучше использовать просто movement в том или ином виде. А если мы хотим, чтобы, например, какой-нибудь бокс просто лежал на плоскости и у него была запущена физика, то мы вполне можем воспользоваться тем случаем, который у нас будет без этого через on component begin overlap. А именно использовать overlap box, и когда мы подходим близко к этому боксу, у него запускается физика. То есть вся физика, которая заранее ничего не делает, она не запущена, а физику запускать заранее, чтобы игрок это не увидел, не очень осмысленно. Окей, поэтому simulate physics на construction script я запускать не буду. Вместо этого я вытащу наши вот эти два interpretive movement и поставлю здесь setAutoActivate на них обоих. Это я удаляю, это я подключаю. Немножко правнее все расставлю, чтобы было аккуратно. А в качестве AutoActivate я создам новую переменную. И в принципе могу ее так и назвать. AutoActivate movement По дефолту, но не включено. Здесь нужно поставить глазик. Соответственно, что у нас суммарно получается? Эти компоненты могут иметь настройки или не иметь, смогут быть включены или не включены. Если они не включены, AutoActivate ничего не делает. И здесь вопрос, физика или не физика. Если нет физики, то ничего не происходит. Если в той же ситуации, где мы ничего не включили, мы ставим галочку физика, то на Begin Overlap мы можем включить физику. В зависимости от размера бокса решить какой момент. Если мы хотим добавить здесь какой-то movement, то с AutoActivate он будет запускаться при запуске уровня. А здесь он будет запускаться, но ничего не будет происходить. На самом деле лучше брать отсюда Reset. И, соответственно, без AutoActivate он будет активироваться здесь. Отлично. Таким вот простым набором переменных, абсолютно минимальным образом, мы сделали широчайшую возможность по созданию различного интерактивного функционала. Давайте протестируем, что у нас получается. Я могу больше не использовать стандартные платформы из боксов. Буду использовать только наши. Blueprint платформы. У нас есть демеджевая платформа. Давайте добавим здесь Interrupt movement. Например, с движением куда-нибудь вниз на минус 500. И сразу поставлю AutoActivate movement. Я не добавил второй Control Point. От минус 500 на 0. Отлично. Двигается один раз. Давайте поменяем OneShot на Loop Reset. У нас получилась вот такая вот опасная ситуация. Рядышком мы можем создать платформу, которая позволяет нам эту опасную ситуацию преодолеть. Давайте как раз задействуем наш overlap box. Тот же Interrupt movement. Пусть будет OneShot с двумя точками из нуля и куда-нибудь вверх. Скажу на 500 вверх. Но когда мы коснемся вот этого бокса сверху. Выделяю опять платформу. AutoActivate не включен. Enemy не включен. Отлично. Еще одна важная мелочь. В настройках movement есть галочка Pause on Impact. Чтобы платформа нормально взаимодействовала с нашим персонажем, можно поставить Pause on Impact. И тогда движение не будет прерываться. Это актуально для платформ, которые один раз двигаются. В итоге у меня есть уровень, где мне тяжело преодолеть препятствия справа. Я касаюсь платформы. Она странным образом начинает двигаться вверх. И я спокойно прохожу уровень. А при неосторожном движении я проигрываю. И начинаю заново. Отлично. Таким образом мы создали базовый фреймворк для работы над проектом. Для создания уровней. У нас есть персонаж, который удобно и комфортно управляется. У нас есть условия проигрыша. И у нас есть несколько настроек платформ. Через комбинацию которых можно делать огромное количество интересных неплейных элементов. Мы полностью решили задачу по прототипированию в том стиле, который изначально запланировали. В стиле проекта Phasis. Следующим шагом будет дизайн уровней. Но если проработка геймплея и стиля по задаче. То есть в стиле какой-то игры. Это хорошая задача. То с дизайном уровней наоборот. Имеет смысл делать что-то свое. Потому что копировать дизайн уровней не с точки зрения технических сложностей и логики. А просто это не очень на смысл. Поэтому следующим шагом логично. Будет сделать из этого что-то свое. Взять цвет и поменять на свой цвет. И взять уровни и сделать свои уровни. Из тех элементов что есть можно создать бесконечное количество вариантов. А можно пойти дальше. И уйти от изначальной стилистики того что есть. Простейшим образом. Если я возьму вот эту платформу. Нашу полу. Могу подвинуть ее например. Вот так. И сделать из нашего 2D платформера. Необычный 3D платформер. И выйти за рамки плоскости. При этом не испортив. А скорее дополнив. Оригинальную идею. Чуть-чуть посильнее по скейлю. Отлично. На этом мы заканчиваем эту серию туториалов. Спасибо что вы были с нами. Поздравляю всех кто добрался до конца. Мы и начали подбираться к действительно интересным движам. В движке. Приходите к нам в fxlab на курс Unreal Engine. Где мы будем подробно со всем этим разбираться. И не только с этим. И учиться делать игры. Читайте описание к этому видео. Заходите на сайт fxlab.ru И приходите учиться. С вами был Владимир Редегов. Хороших вам игр. А на самом деле. Продолжение следует. А-а-а Субтитры создавал DimaTorzok